Такое общество контроля подойдет даже гипрочный просьб в магазине, для того, чтобы можно было замерить. Понятно, что мы замерить все ямы в Жденцово и вообще в отпуск области не можем. Нам не хватит жизни, наверное, чтобы это сделать. Но если есть люди, которые видят, что у меня есть нарушения, мы показываем те инструменты общественного контроля, которым мы пользуемся для того, чтобы они вредно, если порядок, ну, как мы, например, завели у себя в отпуск области. Ну, давай сейчас замерим. АПЛОДИСМЕНТЫ В целом для парковки посетителей из расчета на 100 посещений от 3 до 5 мест. Ну, то есть стандартная поликлиника, как вот эта, 600 посещений, это 20 парковочных мест, из них 2 места для инвалидов. Здесь ни одного места для инвалидов мы не нашли. И сейчас мы вот замерим, насколько доступно само учреждение. Мы померим пандус в женской консультации, чтобы маломобильные граждане тоже посещают вот это медицинское учреждение. Насколько там доступно, мы сейчас померим. Пойдем. В этом машине. Так, вот смотрите, стандартный пандус должен быть уклоном не менее чем 1 к 10. То есть, если метр высоты крыльца, то пандус должен быть 10 метров. Это норматив, разработанный еще в 80-х годах. Он не менялся годами. Сейчас мы находимся у крыльца женской консультации, Деницовский прудом. Замеряем пандус. Пандус вот у нас здесь. Мы сейчас замерим высоту. Давай, Николай Борисович, сейчас замеряем. Получается 12 сегментов. Здесь уже непонятно покрытие, здесь польска, а здесь коврик припит. Ну, допустим, что автомобиль не скользящий. Получается здесь 2 метра, ну, даже 20 сантиметров. То есть, не хватает 6 метров пандуса. Он является нормативным и очень крутым пандусом. Давайте сейчас растянем, покажем, какой должен быть уклон, чтобы было 8 метров 20 сантиметров. Еще, еще чуть-чуть. Стой. Вот. Вот я держу 8 метров 20 сантиметров, я сейчас зажал. Вот такой длины здесь должен быть пандус для того, чтобы он был плавный и по нему можно было бы безпрекрасно добраться до инвестентного учреждения. Ну, если человек с ограниченной формы, а это, может быть, жилая, жилой человек, человек в коляске, он не сможет здесь без посторонней помощи. Вот так же здесь ограждение, очень широкий пандус и должно быть максимум метр двадцать ширина между корнями. Здесь по шоколю не поднимешься. А много таких пандусов вообще подобных вы видели? Вы знаете, мне кажется, наше общество настолько не готово вообще понимать эту проблематику, поэтому в ряде регионов мы видим, что даже новые пандусы, например, в Казани, в той же женской консультации, новый пандус у нового здания был построен с нарушениями. То есть нормы, которые существуют уже десятки лет, не выполняются, ну и тут вот неэффективное расходование средств на лицо. Что стоило сделать? Нормальный, да? А по тому, что есть, пользоваться просто невозможно. Но в Одинцово, я смотрю, тоже с женской консультацией есть большие проблемы. Мы сегодня были еще около поликлиники на маршала... Нет, не Жукова, там большой комплекс. Да, вот где больничный городок, ЦРБ Одинцово. Бирюзово. Бирюзово, да. Мы на Бирюзово замерили тоже. Там пандуса не было? Там вообще не было пандусов. Он был, но там не пандус, а только для одного. Да, то есть с пандусом проблема большая. В одном городе мы даже увидели, что валиды делают сами для себя. То есть мы приехали в поликлинике, в поликлинике смотрим два пандуса. Один ненормативный, очень крутой, а другой такой ржавый весь, страшный. Оказалось, что женщина на инвалидной коляске, у нее рядом офис инвалидной организации. И она сама за свои деньги построила суперпан. Рост. Никто готов уехал. Кто с нами на архитного судебного декората? Современные свете по supers Steersндioсам Fournierцантов соревновал и горьям. Где они отårt, где угодно летают. Ира на архит고요.